Здравствуйте! В этом видео мы расскажем вам о древних технологиях, связанных с книгой знаний. Я так как делаю видео такого масштаба впервые, еще я не русский, и еще я долгое время живу в другой стране, и долгое время не разговаривал по-русски, поэтому прошу не обращать внимания на грамматические ошибки. Короткие содержания этого видео. Я расскажу вам, откуда взяты эти технологии, для чего созданы горы и для чего созданы пирамиды, подобно горам, и как они работают, о климате, и как связаны горы и пирамиды с климатом Земли и катаклизмами. Земля — это самое высокотехнологическое сооружение, и как связаны горы и пирамиды с системой Земли, и как ими управляли древние народы. Про ртуть красной. Как появилась история красной ртути, и почему мы в свое время умалчивали про зеленую ртуть. Каким образом образуется в природе красная и зеленая ртуть. И как каждый человек может увидеть это в виде ртутного пара. Гравитация и перемещение во времени в ускоренном и замедленном виде. И расскажу про исчезнувший самолет, по какой причине исчез и где она находится. Так как я не научный сотрудник, поэтому не смогу говорить по их терминологии. И по причине древние люди говорили по другой терминологии. Почему со мной нет рядом моих товарищей, и лицо мое закрыто, вы поймете, надеюсь, после просмотра видео. Начну с того, что Земля — это самое высокотехнологическое сооружение. Древние люди изучали Землю, изучали, какие технологии использовались в создании Земли и земных созданий. Изучали магнитные поля и волны Земли, электрические поля и волны Земли. Радио и другие волны и силы Земли изучали. Все технологии и материалы для существования жизни созданы на планете Земля. Так как другие планеты и галактики созданы для поддержания земной системы. В других планетах и галактиках не существует жизни. Пусть не мечтают некоторые люди переселением в другие планеты. Они созданы защищать Землю от опасности из космоса и поддержания земной системы. Также древним людям дано знание свыше, через людей и через других созданий. Все на сегодняшний день созданные человеком технологии позаимствованы из мироздания. От некоторых технологий, созданных на сегодняшний день человеком, вреда больше, чем польза. Земля сама очищается, поглощая вредные вещества и вырабатывая полезные. Земля охраняема, подобно живому, как снаружи, так и изнутри. Например, внутри Земли есть раскаленные лавы, есть природные газы, есть нефть, другие металлы и минералы, есть проточная вода, но они текут и хранятся в установленных местах, не перемешиваясь друг с другом. Это великий механизм, который работает тысячелетиями. Если только не вмешивается человек в эту сложную систему Земли со своим незнанием. Горы на Земле созданы подобно колышкам, пирамидальной формы, чтобы Земля не колебалась. Имеется в виду, горы удерживают ветра, способствуют образованию облаков, удерживают мощную электромагнитную энергию на Земле и так далее. На Земле много мест, где есть разного рода аномалии. Ну, ученые так называют, чего объяснять не могут. Где-то от шума начинается дождь, где-то компас не способен указать полюса, где-то меняется время на короткий срок, где-то время от времени людей охватывает страх, люди разбегаются от страха кто куда, не понимая, от чего так испугались. Это воздействие волн Земли. Есть случаи в истории в морях и океанах, а также в горных местностях, люди бежали от страха или исчезали во временном пространстве. Есть места, когда едешь на машине, на подъеме нужно нажать на тормоза, а на спуске все наоборот нужно нажать на газ. На Урале это существует давно. Сейчас уже стало появляться в разных частях света. Это не магнит. Такое притяжение то появляется, то исчезает. Горы большой роль играют в земном механизме. Подобно горам, древние люди строили пирамиды и другие строения. Подобно микросхиме и блоков компьютера, только большого масштаба. Чтобы воздействовать на разные волны Земли и управлять климатом и катаклизмами. А также воздействуя с этими волнами, легко возводить разные строения. Для каждой местности использовали материалы и технологии по сейсмоустойчивости, по накоплению и раздаче разного рода энергии. В сегодняшней науке неизвестны или малоизвестны эти технологии по причине утери этих технологий. Я в конце видео вернусь на эту тему. Древние люди, подействовав на гравитацию Земли и на притяжение других планет через энергоактивные горы, смогли легко поднимать большие каменные блоки. Они, чтобы могли делать другие операции разного рода деятельности, строили пирамиды и другие сооружения, как сегодня строят телевышки и вышки сотовой связи. Также можно воздействовать на волны Земли, можно поднять в воздух песок и легко переносить через моря и океаны на другой континент. Как видите сегодня, песок Сахара можно перемещать в Европу, в Россию или даже в Америку через атмосферу. В свое время, где сейчас эти пустыни, просветали светущие сады и поля с самыми благоприятными пирогутными услугами. В один миг все это покрылось толстым слоем песка по причине технологических войнов. Сегодня даже археологи не могут проводить масштабные раскопки. Морская вода также уникальна. Через эти воды проходит очищение воздуха и самой воды от вредных веществ. Морская вода способна вырабатывать кислород, ядировать и обогащать воздух другими полезными веществами, поглощая вредные вещества, даже радиацию. На каждой части Земли, когда вода течет в воронку, вода вращается в разном направлении по причине воздействия магнитных волн Земли. По этому же принципу появляются торнадо и смерчи. Когда подействуют через энергию пирамид на волны Земли, возможно вызвать вспышку торнадо в любой части Земли. Как мы видим на сегодняшний день, где раньше не было торнадо, теперь можно наблюдать. Полярные полюса Земли тоже играют большую роль в очищении Земли от многих вредных веществ, один из которых ртуть. Рассказывая про уникальность этого металла, время тратить не буду. Итак, много информации. Испарение ртутных паров было и есть. Ртутные пары проходят через сложную химическую процессию при испарении, доходя до атмосферы Земли и преобразуясь в пары красной ртути и зеленой ртути. Потом мы их видим как полярные сияния. В люминецитном освещении. Древние люди использовали тоже люминецитное освещение для освещения, подобно люминецитным лампам. Что удивительно, дойдя до полюсов, под воздействием полей, они, красная и зеленая ртуть, становятся безвредными в виде полярных сияний и распадаются. Красная ртуть и зеленая ртуть в виде паров распадаются на элементы в полюсах Земли, становятся обратно обычной ртутью. Под воздействием холода, не нанося вреда, ртуть возвращается обратно внутрь Земли, где попадает на хранилище. Откуда мы добываем ртуть от камняки навар или от других веществ? Такой же путь проходит космическая пыль, дым и пепел от вулканов, дым лесных пожаров и другие вредные вещества проходят через морскую воду, проходя распад и отлаживаются в виде нефти, газа, каменного угля, в виде разных металлов и минералов. Кстати, ртуть играет роль и в преобразовании золота. А ртутные пары защищают Землю, как отражатель, поглощая в себе разные элементы и превращаясь в пары красной и зеленой ртути. Красная ртуть и зеленая ртуть появляются в виде паров в атмосфере, мы их видим в виде полярных сияний, распадаются в полюсах, не доходя до Земли. Поэтому на Земле нет залежей красной ртути и зеленой ртути. Так как, проходя к полюсам высоко на небе малое количество паров красной ртути и зеленой ртути, соприкасаясь друг с другом, сжигают кислород в воздухе. И таким образом появляется воздушная пустота, в которой и попадаются некоторые самолеты. Древние люди использовали такой метод в добрых целях для плавления разных материалов без доступа к кислороду. А после некоторые плохие люди, после попадания им в руки, красной ртути и зеленой начали использовать в плохих целях. Очень малое количество паров красной и зеленой ртути способны сжигать в большом пространстве кислорода, а несколько кранов на десятки километров над Землей. Вот поэтому мы промолчали про зеленую ртуть в свое время. Потом это пространство опять заполняется воздухом, но к этому времени все живое уже будет мертвым. Поэтому древние люди в таких случаях стали прятаться под землей, строили подземные города на быструю руку. Древним людям доступна была технология, как смягчить камень до уровня пластилина, как плавить камень в холодную и превратить камень в песок, также обратно. Они использовали силу безвредной энергии и магнитные волны Земли, а также красную ртуть и зеленую ртуть. Но это уже другая история и долгий рассказ. Все-таки некоторые технологии частично просочились из книги знания. Тесла использовал некоторые из них в строительстве башен, передающей беспроводной электроэнергии и безвредной холодной энергии, в строительстве кораллового замка Эдварда Млицкальнина и другие такие технологии. Некоторые фороны использовали энергию Земли через пирамиды для устрашения людей, запустив небольшие волны через колбы красной ртути и через колбы зеленой ртути. Когда пересекаются эти заряженные волны, людей охватывает сильный страх, люди разбегались кто куда, а фороны носили защитный головной убор. Древние люди использовали эту технологию отгонять от полей разных живностей и для других полезных целей. Как видите, сегодня морские обитатели сами выпрыгивают на берег. По желанию их не нужно ловить далеко в море, как было в истории. Древние люди, воздействуя на пары красной ртути в атмосфере через волны Земли, исходящих от гор и пирамид, могли повлиять на образование облаков, гроз, штормов. Можно поднять выше облака, создавая условия образования крупных градов, или спустить облака ближе к Земле, добиваясь обильных дождей, как это делали древние люди. Посмотрите на сегодня на разные виды облаков и на то, что как действует на образование мощной грозы пары красной ртути. Вы видите это в виде красных спрайтов над грозой. Также видите волны Земли в виде восходящей молнии, особенно с вершин гор. Мощные потоки энергии от Земли собирают пары красной ртути в пущок, создавая притяжение водных паров. Поэтому эти пары красной ртути видны издалека в виде красных спрайтов над грозой. Были также такие технологии, воздействуя на притяжение Земли и на притяжение других планет, могли делать так, чтобы с одного берега морская вода ушла, а на другой стороне берега ударила цунами. А потом вода обратно спокойно возвращается на прежнее положение. Примерно так. Если нажать на мяч, то мяч в одном месте выдавливается, а в другом появляется выпуклость. В сегодняшней науке вряд ли есть такие приборы. Чтобы измерять такое, даже ложно вызванные сейсмосигналы не могут определить эти приборы. Хотя сегодняшние сигналы были почти по всему миру. Земля также способна удерживать поверхностные воды. Удержав поверхностные воды и еще осадки, происходят потопы. Если уйдут поверхностные воды от верхней почвы Земли, то это причина высыхания рек и озер. Также по этой причине возможно вызвать масштабные пожары. Воздействуя на магнитные волны Земли, уход поверхностной воды или удержание циркуляции поверхностной воды, подобно тому, этот процесс, как Солнце и Луна действуют на морскую воду, отливом воды или приливом воды. Подобно этим технологиям на сегодняшний день старались построить США свой знаменитый ХАРП на Аляске и Советский Союз станции Дуга, которые оказались беспомощны перед катаклизмами. Оба державы хотели и мечтали создать климатическое оружие. Но почему не создать для добрых целей, чтобы не было ураганов, торнадо, не было масштабных пожаров, не было землетрясений, извержений вулканов не было и наводнений. Делать так, чтобы на Земле люди жили в благоприятных погодных условиях, помогая друг другу, несмотря на свет кожи, национальности и вероисповедания. Чтобы вы понимали, древние люди строили целую систему сооружений по всему миру для того, чтобы не было таких климатических катастроф и для других полезных целей. Способны были воздействовать на внутреннюю земную энергию опустить сушу на дно моря или поднять дно моря на поверхность. Как мы видим, суша была когда-то дном моря. И многие острова также в сегодняшний день исчезли и многие появляются. Также возможно делать так, наравнение извергало вулканические лава. Еще много можно рассказать в этом видео про эти технологии, но времени мало. История Красной Тути таково. Во время Второй мировой группы людей советских войск взяли в плен немецкую экспедицию, возвращающуюся из азиатских стран. У них были обнаружены артефакты, золото и другие ценности, в том числе книга. Увидев драгоценности, разделили между собой, а пленных убили, чтобы не было свидетелей. В книге никто не интересовался, кроме одного человека, так как был любителем книг. И он эту книгу забрал себе, даже не подозревая, что за книга у него в руках. Перед смертью он рассказал эту историю про книгу своему другу-историку и подарил ему эту книгу, сказав, что, может быть, эта книга полезна для истории. В советские времена историк, боясь за эту книгу, решил сначала рассказать про свойства Красной Тути к вышестоящему портуроповодству. Тот написал высшее, но она безответна за весу где-то. Потом перестройка, и книга оказалась в нашей доступности. В 90-х мы, пользуясь периодом перестройки, добились к доступу лабораториям и химзаводам, пользуясь безденежными зарплатами. Доставали нужные элементы для этой технологии. Наши технологии смогли преобразить 50 мг Красной Тути. Так как этот материал очень серьезный, мы решили тогда, что рассказать нужно президенту Ельцину. через наших знакомых вышли на одного московского научного сотрудника, рассказали ему и показали Красную Тути те же наши знакомые, чтобы нас напрямую не видели. Ну, что-то пошло не так. Научный сотрудник решил без нашего ведома продать в Америку и еще куда-то. Ему даже передали сейчас денег, но у него в руках не было Красной Тути. Слух прошло про Красную Тути молниеносно. Мы вынуждены были, чтобы отвлечь внимание, пустить слух, что Красная Тути есть в старых немецких швейных машинках Zinger, так как их продавали тогда из-за платинового вала. Но никто даже не думал, для чего швейной машине Красная Тути нужен. Потом мы пустили более правдоподобную версию, что Красная Тути есть в старых немецких телевизоров в лампах. Ну и народ сам богат на разные легенды, мифы, сказки до сих пор продают, но никто настоящих за более 30 лет не видел, кроме ранее перечисленных людей. Начиная с бандитов до спецслужб мира старались и стараются выйти на тех людей, у кого знания. Некоторые подумают, делая это видео, я подвергаю себе и близких к опасности. Но это не так. Я наоборот стараюсь объяснить просто так и легко до этой книги не добраться. Так как эта книга хранится у разных людей и у каждого книга по частям, не совпадающими разными страницами, если что, у каждого есть последователь. У каждого последователя есть своя копия книги. Если что, сможет передать своему дальше последователю. Если эти части книги не совпадающимися страницами отдельно попадутся чужому человеку, тот ничего не поймет. А собрать их вместе еще сложнее. Они не знают друг друга, их знают те, кто знает про этих людей. У этих людей свои последователи. Верхушка далеко. Тот, кто выйдет, он должен быть полным безопасности. и еще несколько десятков ключевых моментов. Тех наших людей, кто вышел на Москву, всех пятерых потеряли. Кто заинтересован в этом? Так как они рассказали и показали красную ртуть, но не смогли выйти на тех, у кого знание. Так как один из пяти только знал, у кого взял красную ртуть. Охотников за этим очень много, поэтому и безопасность очень сложная. Теперь вы, надеюсь, немного понимаете, почему это видео снимается. Дальше еще сложнее и интереснее. На землю приходило более 124 тысячи пророков. Каждый пророк обучал людей к религию и разным знаниям. Например, пророк Мной мир ему знал, как строить большой корабль и прожил на земле около тысячи лет. Пророк Муса Моисей мир ему. Ему тоже дано было много знаний. Как было осушено дно моря, а с обе сторон стена морской воды и они спокойно перешли в другую сторону берега. Не говоря уже о ковщике завета. Пророк Давид мир ему знал, как плести стальные кольчуги для защиты от меча, от стрел и от копья. Ему было даровано любой металл в его руках становился мягким. Нужду не было плавить металл в огне, хотя пророк был невысокого роста и не выглядел как силуач. Подобно тому древние люди знали технологии холодного смягчения камней и подъема тяжелых предметов, используя притяжение Земли и притяжение других планет. Например, если два магнита приблизят друг к другу с сопротивленными волнами, то магниты оттолклятся друг от друга. Пророк Иса Иисус более 2000 лет тому назад был поднят на небеса и ожидают его прихода Иса на землю те, у кого в религиях были неспоставы книги. Пророк Зулькар Мир В других книгах описывается как Александр Македонский, как я помню. Ему было дано очень много знаний, если рассказать здесь, очень много времени займет. Один из них он целый народ Гоги-Магог закрыл под землю, которые не могут выйти оттуда тысячелетиями. Пророку Сулейману Соломон Мирьему было дано много знаний. Во время его правления, когда он потребовал принести трон царицы Цавской, трон Балхиз, один из числа обладающий знанием, за мгновение ока принес ее трон пророку Сулейману. Хотя путь туда и обратно занимало бы времени два месяца. Пророк Бузеир Мирьему, когда он ехал на своем осле возле этого мертвого городка, он подумал о смерти и оживлении. Когда он остановился отдохнуть, привязал своего осла, поставил намокнуть хлеб в виноградном соке и вздремнул. Когда он проснулся, ему был задан вопрос свыше, сколько он спал. Он ответил, что немного, может часть дня. Ему было сказано, что он сто лет проспал. Посмотрел на осла, от осла остались только кости, а хлеб в виноградном соке не испорчен. Он поехал обратно, где жил, ему подтвердили, что уже прошло сто лет, а до этого было показано, как собирается его осел из высохших костей и увидел оживление этого сла. Как сегодня мы на компьютере делаем анимацию, но ему было показано вживую. Человек сто лет проспал в одном месте и никто его не видел, не мог видеть. Люди пещеры спали более 300 лет в пещере. То же самое, сколько 300 лет прошло и никто их не видел. Эти истории не взяты от каких сказок. Эти истории взяты из Священного Корана. Пророк Мухаммад Мирьяма за короткий срок прошел с Медейна до Иерусалима и оттуда вознесся до седьмого неба. Потом спустился до четвертого. Пять раз поднимался до седьмого неба. Потом вернулся от Иерусалима в Медейном, пока его постель не остыл. Так как был перемещение мы сейчас знаем как перемещение во времени. В наши дни есть случаи и истории о провале времени. Обычно это в высокого горах или в океанах происходит, где проходят разного рода волны Земли и планет. Это очень малая часть приведенных примеров от истории пророков. Из пророков, которые приходило на Землю более 124 тысячи. Слово пророчества взято от слова пророк. Через пророков было и передано многие знания. Когда происходили войны между разными народами, всегда уничтожали библиотеки. Думаю, таким образом они уничтожают их религию и культуру. Не понимая, что уничтожают знания, далеко ходить не надо в революции 1914 года, это 1917 год, который начался 1917 года революции, 1914 года началась, многие библиотеки сожглись таким же образом. К сожалению, многие ученые, вместо того, чтобы источник знания брать от пророков, берут от прорицателей, от шаманов, которые перерассказывают услышанные от истории пророков, добавляя свое, берут от сказок и легенд. Интересно, когда как признанные ученые придерживаются теории, технологии богов и тысячелетиями смотрят на небо из поколения в поколение, ожидая, кто-то прилетит оттуда. Но кроме комет и метеоритов, пока еще никого не поймали. Посмотрите на ночное небо. Как бы мы не смотрели, наш взор возвращается обратно беспомощным. Поэтому сказано, небо будет свернуто. Сказано это в религиозных книгах. Не просто книгах, а в серьезных книгах сказано. Чтобы понять книгу знания, у человека должна быть знание религиозных книг, оригинал книг, а не переписанных книг. Небо, которое мы видим, подобно 3D-картинке, но более высокого качества. Все галактики и планеты созданы для поддержания земной системы. Поэтому нет места, где могли бы существовать живые существа на небе, которые мы увидим. Есть другие небеса, которые нам недоступны по причине охраняемости этих небес после прихода пророка Мухаммада мир ему. Есть другие параллельные миры и есть другие измерения, но это уже другая история. Если бы вам дано было задача оформления ночного неба, вы бы не смогли сделать этого, даже если собрались все вместе. Или бы вмешали друг другу люди, или вмешали на небе друг другу те элементы, с каким материалом вы бы разукрасили небо. Поэтому не хватает только постороннего освещения ночного неба, есть у земли легкие люминецидные освещения, для того, чтобы мы видели ночное небо во всей красе и для защиты самой земли. кто придерживается теории технологии богов, посмотрите сами. Если сегодня взять фонарик электрошокер, одеть скафандр или бронежилет, взять ружье и поехать к диким племенам, мы им покажемся богами. У них стрелы и копья, которые не могут пробить наш бронежилет, а мы их с ружья и с электрошокером. А если подружиться с ними и вождю подарить фонарик или электрошокер и он будет управлять своим народом посредством этих приборов, он тоже будет казаться для них своим фармоном. Были всегда дикие люди и цивилизованные люди проживали в одно и то же времена. Удивительно те ученые, которые придерживаются по отношению технологии древних народов, по теории как технологии богов, по крайней мере становятся похожими на тех, кто с луком и копьем. Просто нужно очистить голову от мыслей Дарвина, что люди произошли от обезьян. Извините, но в Австралии есть племена, они и сегодня не отличаются особой красотой. Хоть сегодня поставь в живом виде на музей дарвинизма. И в древние времена люди были с дефектом черепа и других конечностей, получали излучение из разных источников волн, когда они соблюдали правила всегда были и будут и те, кто где-то когда-то написал подобно тому здесь был Вася. В разных частях мира находим рисунков похожих на сегодняшние самолеты, вертолеты, танки, подводные лодки и так далее. Пророки много что предсказали о будущем, в том числе и о технологиях будущего. не трудно поставить на смягченный камень как подобно штампу, как сегодня играют дети с такими подобно штампу формами, печатают разные фигурки в песочнице, а некоторые люди даже делают орнамент на стене своего дома подобно этому способу. Представьте себе, потом ученые того времени сидят и расшифруют ваши когда-то оставленные орнаменты на стене вашего дома будут сочинять как вы жили и писать историю отрабатывать свой хлеб. Ученые перемешали сегодня все это в один котел и сидят гадают что и как. Во все времена были и будут историки, археологи, ученые, кладоискатели. За тысячелетия что думаете осталось? Если не запрещать туристам забирать на память камни и пирамид, то от пирамид бы ничего и не осталось. Кстати, пирамиды на сегодняшний день потеряли очень много своей функции и мощи по их состоянию и разграбленности технологических материалов. Поэтому есть подозрения, включив некоторые функции, нет гарантии, что можно выключить. Но, конечно, существуют энергоактивные горы. мы в 2012 приехали в Стамбул и там познакомились с человеком, который имел большие связи в высших кругах. Тогда мы еще не знали и не понимали ситуацию в Турции. Решили некоторые технологии передать в Турцию и взамен получить безопасность. У нас был портативный аппарат, работающий на парах красной и зеленой ртути, которая могла на многие расстояния действовать по заглушению электрооборудования любых типов самолетов. Так вот, этот человек, который в Стамбуле, нас познакомил с бизнесменами из Малайзии, приехавших в Стамбул на международную выставку радиоэлектротехники. Вместо того, чтобы рассказать в Турции. Объяснив, что в Малайзии намного лучше заводов радиоэлектротехники, сказав, что Турция заказывает радиоэлектротехнику у этих бизнесменов, мы все-таки насторожились и не зря. Мы им аппарат показали, но не сказали, зарядным топливом этого аппарата является пары красной ртути и зеленой ртути. Так как пары красной ртути и зеленой ртути особо замечать невозможно. У нас было таких три аппарата. Два из них потеряли в России. Разобрать этот аппарат невозможно, и она работоспособна только на несколько раз. Более десяти менее двадцати раз. После каждой ртути распадаются, так как через них проходят волны, подобно волнам полюсов земли. малазийцы в России забрали этот аппарат без проблем, смогли вывезти через границу. А до этого про потерявшихся аппаратов сказали нам за это ответственные люди, что не смогли пропустить через границу, хотя каждый аппарат отправляли отдельно. Это невозможно. Надеюсь, вы меня теперь слышите, кто так поступил. Наши специалисты радиоэлектротехники технологии из трех человек поехали в Малайзию, так как малазийцы не знали и знать не могли на чем работает этот аппарат, так как пары красной втути и зеленой втути особо незаметны. Замечать очень трудно, когда в виде паров их можно транспортировать. Поэтому даже наши братья не знали так, как преобразить красную и зеленую втути, так как они специалисты в области радиоэлектронной техники. В Малайзии решили создать большой мощности аппарат такого типа вводящий из строя всю радиоэлектротехнику на дальние расстояния, даже спутники. Малайзийцы часто контактировали с китайцами в этой области. Это насторожило наших людей еще больше. Им пришлось сделать дополнительные функции и дополнительный аппарат. Для испытания топливные емкости не заполнены были спорами красной и зеленой ртуки, и поэтому Малайзица не могли провести испытания этих аппаратов. Пользуя случаям наши люди по древним технологиям успели сделать дополнительную функцию, так как до этого по этому направлению работы уже шли для создания подобного дополнительного аппарата, сказав, что для этого, чтобы включился аппарат, нужно дополнение. Малайзица про пары красной и зеленой ртуки не знали даже про контейнер для паров красной и зеленой ртуки для этого аппарата не было сказано. Когда испытания прошли, Малайзицы и китайцы решили этот аппарат вывезти в Китай вместе с нашими учеными. Но мы уже были готовы к этому. Наши люди, кто находится в самолете, включили дистанционно тот дополнительный аппарат, и это сработало. Тем более над океаном. Океан сама способствует усилению различных магнитных молний. Так самолет полностью оказался в другом измерении. Минута в их измерении исчисляться будет десятками лет в нашем измерении. Они еще летят в Китай, ничего не подозревая. И по нашим исчислениям они еще долго будут лететь. У них пройдет минута, а у нас пройдет десятки или даже сотни лет. Мы сторонники причинять кому-либо плохое. попасть в такие технологии в плохие руки, проблем будет больше. Как в старые времена потеря многих высокоразвитых цивилизаций, как, например, Атлантида и многие другие. мы это видео снимаем для общественности. Людей без ошибок не бывает. Мы тоже в свое время пропустили ошибок. Много на земле невежественных людей. Опасность в том, по невежеству люди еще больше совершают ошибок. Мы все в одном ковщеге под названием земля. Если утонуть, то придется утонуть всем вместе. Поэтому никто здесь никому не собирается что-то доказывать или навязывать. Вы сами уже столкнулись с этим. Сами видите своими глазами, что происходит. Эти охраняемые технологии должны быть в руках благочестивых людей, чтобы не совершали плохие вещи. Я только это рассказал. Цитата из книги «Кто пришел с добром, того встретит с добром, а кто пришел со злом, того достигнет зла. Великое это дело».